Доброго времени суток, люди добрые, вы на канале Ирина Бауэр, Дальний Бой со мной, с праздником жизни, у меня понедельник, 11.25 по местному времени и 28 по Цельсию, мы с вами в штате Луэзиэна, тропический штат, жаркий штат, я была в штате Миссисипи, все выходные провела там практически разгрузка, загрузка, и едем мы на штат Арканзас, я проезжаю такую местность красивую, такая свампиерия, как говорится, такая болотная местность, Луэзиэна, Миссисипи, они такие болотистые, здесь недавно мы все наблюдали по телеку вот эти затопы, ну это эти штаты, вот южные эти штаты, где, как я всегда говорю, они такие болотистые, болота, болота, воды много, это для них нормальная вещь, нормальное явление, затопы. Работа кипит в нашем бизнесе дальнебойным работы валом, слава богу за это, потому что работа нужна, человеку для жизни, я всегда говорю, что, чтобы существовать, нужно работать. На этой земле все отвечает серебро, да, друзья? В любой стране, где бы человек не жил, деньги, деньги, это так. Красивая местность. Ночью парит. У меня в штате, где я живу, у нас сухая такая погода, жарко, но сухо. Здесь, наоборот, жарко и парит. Вчера в Миссисипи выходила пару раз, и просто выходишь, и кажется, вот, упал бы на асфальт сразу. Такая парилка. Ужасная, ужасная парилка. Не любитель такой погоды, когда парит. Для меня прохлада, я всегда возьму прохладу, если выбирать что-то. Где жара, и где прохлада, я возьму прохладу, потому что я не любитель жары. И, конечно, как-то так. Надеюсь, что ваши выходные были замечательными. Что все у вас хорошо. Извините, что ничего не снимало, как-то не было. Ай, желания, что-то не было. Реально, оно же, знаете, вот, когда есть желание, ты нажимаешь кнопку. Нету, думаешь, ай, бывает и проезжаешь, как-то что-то интересное. Нету желания. Поэтому не снимала ничего. Сейчас решила для вас немножечко снять, чтобы вы со мной проехались в Луизиен. Катоновые поля. Выращивание катона здесь. Это видно. Уже катон, он даже сам по себе белый. И когда они его собирают, часто едешь по этому штату. Ну, вот эти южные штаты, катоновые поля. Здесь это тема. И когда едешь, вот уже когда урожай катона, везде валяется по дороге, везде катон. Потому что даже траки, которые его перевозят, они же теряют какой-то катоновые эти шарики. А вот. Так что? Работает. Я еще заметил, а деревья растут с правой стороны, они прямо в воде. Прямо в воде. Здесь какая-то речка, такая длинная. Озеро, где речка с правой стороны наблюдается. Николь. В эти выходные план ехать домой, поэтому как-то себя чувствую позитивно. Дорога домой, да? Сюда классно. Дорога домой, да? Здесь прямо дома выходят к этому озеру. И такие вот ступеньки, ну, такие мостики маленькие тоже можно выходить к озеру. Прикольно так жить, прям на воде. Ну, прикольно до того времени, пока не затопит тебя. Когда затопит, конечно, тоже не прикольно. Хотя в Америке, конечно, страховки. Все это существует, все это оплачивается. люди не носят большие убытки. Все равно, когда затопит тебя, и покамясь, это все сделается, минимально, наверное, пару месяцев займет восстановить дом или даже построить новый дом. Поэтому, не знаю, не любители такие жизнью на самой воде, чтобы затопило, да? Не, не прикольно. Друзья, я, честное слово, не знаю, что даже было плакать вам. Давайте какие-то темы, будем их развивать, да? Темы для рассуждения. Потому что я сама в своей голове даже не знаю, что вам порассказывать интересного. вот и поле началось. Более, более, более фермерства. Много воды на полях еще стоит, видно, после этих всех затопов. Лужи какие-то в канавках. Видно, хорошо здесь затопило. Очень хорошо. Потому что много воды везде стоит. Друзья, этот ролик маленький, извините, но такой. Немножко проехались, да? Спасибо вам за то, что вы со мной. Я обязательно к вам вернусь. Неделька только начинается. До новых встреч в Ютубе. Пока-пока.